Музыка Я мистер словарь, и мистер слов я знаю, ну как все сестры с раскидали. Откроет все дороги вдаль, мне книжка первая, букварь. Разрешите познакомить вас с нашей удивительной и ни на что не похожей начальной школой. Школой, которая открывает дорогу в необыкновенную вселенную взмах. Нашей школе в этом году исполняется 33 года. И на протяжении всего этого времени дети каждое утро бегут с радостью в школу, где у них есть возможность приобретать большое количество знаний, навыков, умений, где они могут раскрывать свои таланты, расширять свой кругозор и просто познавать этот мир вместе с нами. Начиная с первого класса, мы работаем с детьми по развивающей программе. И вообще надо сказать, что школа взмах – это прежде всего про развитие. Про развитие интеллекта, личности, характера, про веру в себя, про понимание того, что тебе действительно нужно. И ведь это не случайно, потому что развивающее обучение дает не только знания, но и колоссальный задел на будущее. Мы так привыкли, что наше солнце нас греет, но солнце, как любая печка, может потухнуть, рва закончится. Или по-научному закончится сырье литерно-ядерного синтеза. Как вы знаете, инсульм – это гормон, который помогает нашему организму хорошо работать и помогает динкозе вырабатывать энергию. Мы ставим перед детьми довольно непростые задачи и уже с маленького возраста учим их с ними справляться. И во всем этом им помогают наши взрослые. Вообще наши взрослые – это отдельная составляющая и гордость школы. Знаете, я, наверное, не знаю ни одного такого места, где было бы собрано такое количество умных, интересных, харизматичных, невероятно увлеченных своим делом и любящих детей и взрослых. Каждый предмет у нас ведет отдельный педагог, а предметов у нас достаточно много. И таким образом на классе работает команда из 20, а то и 30 педагогов. И поэтому дети, погружаясь в эту атмосферу, обязательно увлекаются тем процессом, который происходит, и учатся взаимодействовать и выстраивать коммуникации с разными взрослыми. Но просто мутирование – это значит, что человек стал каким-то непохожим на всех. Вот, например, у человека обычного 5 пальцев, у него, например, 6. Нужно вколоть вирус, который не умеет размножаться. И организм начнет подбирать всякое оружие против него. Уроки у нас проходят интересно и динамично. Мы вводим различные игровые методики. И вообще очень много работаем на зону ближайшего роста и развития ребенка. И стремимся к тому, чтобы ребенок прогрессировал относительно своего развития и своего роста. Прогрессировал достаточно динамично. В школе ЗМАХ немаловажное значение имеет английский театр. Ребята с первого класса не только познают основы актерского сценического мастерства, но и ставят спектакли на английском языке. На занятиях английским театром работает целая команда учителей английского языка. Режиссеры, хореографы, преподаватели по актерскому мастерству, сценической речи. И все это направлено на очень емкое, хорошее, разнообразное развитие наших ребят. Занятия в английском театре – это не просто дополнительное образование, а именно эти уроки включены в общую сетку расписания. Это очень важно. Знаете, ребята с большим удовольствием прибегают на занятия, очень много репетируют. Да, у кого-то что-то не получается, иногда даже бывают слезы, но в то же время их радость, их ощущение аплодисментов, когда они наконец выступили с этим спектаклем на английском языке, оно дает чувство радости и удовлетворения. Наши обучения строятся на основе системы развивающего обучения Леонида Владимировича Занкова. Целью этой системы является всестороннее развитие личности, причем понимается под этим развитием и развитие мышления, и развитие воли ребенка, и развитие его эмоционально-нравственной сферы. Чтобы этого достичь, мы следуем выполнению дидактических задач, дидактических принципов этой системы. Первый дидактический принцип – это обучение детей на достаточно высоком уровне сложности. Чтобы его выполнить, мы работаем с зоной ближайшего развития ребенка. Это значит, что то знание, которое ребенок не может получить самостоятельно, только при помощи педагога достигается им в совместном труде, когда нам необходимо помочь ребенку освоить то или иное знание, которое он, к сожалению, пока еще не способен постичь самостоятельно. Благодаря этому мы выполняем одну из важных дидактических задач, а именно обучение детей на достаточно высоком уровне трудности. Наше обучение строится, исходя из основных теоретических базовых знаний. Мы формируем прочный, осознанный навык у ребенка. Мы обучаемся в быстром темпе. Что это означает? Что мы берем какую-то определенную тему и начинаем рассматривать ее с разных сторон. За счет этой многоаспектности мы выполняем очень важную цель. Не быстрый темп, как сама цель быстро пройти, а именно освоить и осознать то, что мы проходим. Большое внимание мы уделяем каллиграфии. С первого класса, параллельно работе в прописях, мы используем тетради с очень удачной разлиновкой. Нейропсихолога, логопеда Вероники Дмитриевны Мазиной. На собственном опыте мы убедились, что наши ребята с первого класса не только овладевают навыком красивого и грамотного письма, но и даже получают от этого большое удовольствие. Говоря об успешном обучении, невозможно не сказать про чтение. В школе проходят соревнования. Ребята состязаются не только в знании литературных произведений, но и в количестве прочитанных книг, в скорости чтения и, конечно, в глубоком понимании текста. Литературные марафоны и игры, читательские дневники, поэтические альбомы, тематические челленджи – все это нацелено на то, чтобы ребенок осознанно и с интересом читал. Ведь чтение – это залог успешного обучения. Можно видеть лампу? Да, я могу. Можно видеть солнце? Нет, я могу. Привет! Воскресенье Английский язык – один из самых важных предметов в нашей школе. Занятия проводятся ежедневно. Из самых первых занятий с первого класса ребята погружаются в языковую среду, потому что уроки проходят исключительно на английском языке. Уроки английского языка во взмахе – это не только изучение грамматики, но и увлекательные игры, лексические марафоны, онлайн-викторины, подготовка и защита рефератов на английском языке, проведение научных опытов, а также английский театр. Но и после уроков погружение в английский язык не заканчивается. В нашей школе работает уникальная языковая лаборатория, где ребята могут совершенствовать навыки устной речи, а также развивать аудирование. И еще в школе работает популярный фильмоклуб. Эта серьезная подготовка дает возможность нашим ученикам побеждать научных международных олимпиадах, таких как Test for the Best, которые проводятся при поддержке Оксфордского университета. И наши ученики также показывают высокий уровень знаний при сдаче детских кембриджских экзаменов. Браво, Кембридж! Уникальность школы «Взмах» еще заключается в том, что в ней проходит интереснейшая проектная жизнь. Ребята не только учатся, не только посещают уроки, занятия дополнительные, но в то же время ведут очень активную творческую деятельность. Чайная церемония проводится в чайном домике. В переводе на китайский язык набор для чайной церемонии переводится как в чат-су. Преподаватели вместе с ребятами готовят и проводят большое количество квестов, выступлений, презентаций, но это все связано одной определенной тематикой. Например, недавно у нас проходил проект «Швеция». Ребята на протяжении достаточно длительного времени изучали эту прекрасную страну, совершали виртуальные путешествия, изучали культуру, искусство, науку и много-много-много разных вещей. Важной составляющей этих проектов является познание сложных научных структур через творчество и фантазию. Еще одна из немаловажных ценностей нашей школы состоит в том, что мы настоящие, мы живые, мы умеем любить, умеем радоваться, умеем познавать этот мир абсолютно с разных сторон. Мы раскрываем таланты и возможности каждого ребенка. Мы учим детей справляться с разными ситуациями, учим их побеждать, учим их быть успешными, ну и в конце концов приобретать здоровую уверенность в себе. И все это в совокупности позволяет нашим детям выходить в этот мир абсолютно подготовленными, личностно компетентными и умеющими справляться с любой жизненной ситуацией. В школе мастерские есть, интересных дел есть честь, и звонок веселый, вот что значит школа!